Лукашенко зацепила? Зацепила Лукашенко. Назначая уже бывшего так называемого министра информации Владимира Перцова, заместителем главы своей администрации по идеологии и пропаганде, Лукашенко вдруг пустился в рассуждение о некой своей важной роли в послевоенном будущем и пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский цепляет его и пристегивает непонятно к каким процессам. Ну я смотрю, пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает там цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам. Вот я не знаю Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это? Словом, Лукашенко зацепила. Ну действительно, а как же это так? Главного миротворца в регионе и вдруг пристегивают непонятно к чему. Ну что ж, давайте попробуем помочь Лукашенко понять, что же это за такие непонятные процессы. Начнем с преступления агрессии. 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. И в этом акте агрессии Беларусь в согласии при поддержке Лукашенко, полной поддержки совместно с Путиным, проводившего в нашей стране военные учения вплоть до начала вторжения, несмотря на все лживые обещания узурпатора, стало плацдармом для нападения и наступления на Киевскую область. Может быть, Лукашенко до сих пор не понимает, что это значит? Что ж, тут ему на помощь придет резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, принятая специально для определения акта агрессии. А конкретно статья 3 пункт Ф данной резолюции, который гласит, что в качестве акта агрессии среди прочего будет квалифицироваться действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства. То бишь, Россия ввела войска на территорию Беларуси, Беларусь предоставила эту территорию решением Лукашенко и был совершен акт агрессии в отношении Украины. Таким образом, вторжение с территории Беларуси в Украину, которое обеспечило режим Лукашенко, это акт агрессии. Предоставление белорусской территории инфраструктуры для более чем 800 ракетных ударов по территории Украины – это акт агрессии. А агрессия – это одно из четырех самых серьезных преступлений в понимании международного права. Все они перечислены в Римском статуте Международного уголовного суда. Первое – это геноцид. Второе – преступление против человечности. Третье – военное преступление. Четвертое – преступление агрессии. И тут наш непонятный Александр на поверку совершил как минимум три из четырех преступлений. А потенциально и все четыре, если учитывать резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятую в апреле прошлого года. Данная резолюция была посвящена депортации и насильственному перемещению украинских детей и других гражданских лиц с временно оккупированных территорий Украины. И в ней, во-первых, Парламентская Ассамблея Совета Европы назвала Лукашенко причастным к данным военным преступлениям и призвала привлечь его к ответственности. А во-вторых, назвала данные преступления носящими признаки геноцида. В январе этого года в развитии указанной резолюции была принята новая резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы о ситуации с детьми Украины, в которой снова же была отмечена роль режима Лукашенко в совершении упомянутых преступлений. А также прозвучал призыв к странам, членам Совета Европы, признать депортацию украинских детей геноцидом. Со своей стороны напомним, что 27 июня 2023 года Команда Народного антикризисного управления передала в Международный уголовный суд коммуникацию в соответствии со статьей 15 Римского статута о незаконной депортации или перемещении украинских детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь. 7 ноября прошлого года мы также передали в Международный уголовный суд дополнительную информацию к этой коммуникации. А 16 ноября 2023 года Ельский университет опубликовал отчет, раскрывающий причастность Александра Лукашенко к систематическому перемещению украинских детей в Беларусь. В опубликованном докладе Университета Соединенных Штатов Америки содержатся ссылки на материалы также нашей команды. А сам доклад подтверждает все факты, предоставленные Народным антикризисным управлением в Международный уголовный суд в ГАГе. Специально для непонятливого Александра Лукашенко подведем промежуточный итог. В отношении Украины им уже совершено, во-первых, преступление агрессии, и во-вторых, военное преступление, которое, к тому же, потенциально может быть рассмотрено в будущем еще и как преступление геноцида. Ну, тут юристы дискутируют, может быть, эту тему оставим в стороне, но как минимум два преступления уже Лукашенко совершил. Стало понятнее. Но это еще не все. Ведь помимо преступлений против Украины с мая 2020 года по май 2023 года, по данным отчета Центра правой демократии Justice Hub, не менее 136 тысяч белорусов и белорусок, в том числе несовершеннолетних, стали жертвами преступлений режима Лукашенко против человечности. И совершение этих преступлений продолжается по сей день. Как продолжается и преступление агрессии, как продолжаются военные преступления режима Лукашенко, и как продолжается его соучастие в войне и помощи России в обходе санкций. Все то, что Лукашенко называет непонятными процессами, имеет четкие определения. Все это серьезные международные преступления. И за каждое из них его и его пособников ждет. И тут не стоит сомневаться. Их ждет ответственность. Не непонятные, а конкретные судебные процессы. Которым именно они, а не президент Украины, белорусские демсилы, коварный Запад или кто-то еще, осознанно сами себя, как выразился Лукашенко, пристегнули. И существует как минимум пять конкретных механизмов для привлечения Лукашенко и его пособников к ответственности, которые буквально на днях были представлены мной в Брюсселе и нашей командой Народного антикризисного управления на специальном заседании рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии, КОЭСТ, Европейского Совета, высшего органа Европейского Союза. Здесь можно задаться вопросом, но когда? Да, конечно, этот вопрос для нас очень важен и он ключевой. Когда же это произойдет? И с одной стороны, эта неопределенность может демотивировать нас, тех, кто добивается привлечения Лукашенко к ответственности. Но с другой стороны, у этой неопределенности есть и вторая сторона. Это неотвратимость, потому что у совершенных режимом Лукашенко, Лукашенко именно им и его пособниками преступлений нет срока давности. А жить, зная, что ответственность неотвратима, что она неминуема и при этом не знать, не понимать, когда, в какой именно момент она придет. Когда же появится этот ордер, в каком аэропорту, когда приземлится Лукашенко, жить в этом неведении, в этом ожидании очень сложно и очень-очень страшно. Вот это и цепляет узурпатора. И выкрутиться тут не получится. Редактор субтитров А.Семкин